Добрый день, дорогие товарищи! Сегодня речь пойдет о женском здоровье, о том, как помочь женщине избавиться от проблем, которые очень часто возникают, особенно сейчас осенний период, у многих, особенно те, которые много сидячей образы за компьютером, погода меняется и начинается. Вот у меня депрессия, у меня головные боли, апатия, такая сонливость, такая вялость, постоянные головокружения, на погоду реагируют. И начинают вот такие препараты, другие препараты, третьи препараты, эти не помогают, давайте более сильные, спазмолитики, спазмолгон там, ноотропы дают, антидепрессанты дают. И эти женщины уже месяцами, годами пьют эти антидепрессанты. Что такое депрессия? Почему она возникает? Почему апатия эта? Почему утомляемость повышенная? Нету свежей крови, нарушен приток свежей крови к головному мозгу. И поэтому эти структуры быстро, поэтому депрессия, апатия, утомляемость, то ли нарушен приток, что реже бывает, то ли нарушен отток. Это бывает гораздо чаще, потому что отводящие сосуды, они более тонкие, идут поверхности, и зажали шею, и все, и за сидение на компьютере, и за рулем, и все. Плюс, еще это усугубляется чем? Мало ходят, мало двигаются. Кишечник плохо работает. Кишечник плохо работает, плохо переваривается пища. И к экзогенной стрессам, все, присоединяется эндогенная интоксикация. То есть, непереваренные продукты токсические, они всасываются в кровь, попадают, и опять-таки являются причиной той же депрессии. И нету депрессивных таких состояний, которые бы нельзя было устранить. Вы нормализуете приток, нормализуете отток, главное, и свежая кровь будет циркулировать по сосудам головного мозга, и вся депрессия уйдет, вся метеозависимость, все головокружение, головные боли уходят за несколько дней. И вот смотрите, какая, вот глаза женщины, видите, вот тут темная зона. И вот сосуды. Видите, переполненные сосуды, застой в головном мозгу, естественно, будет депрессия. То же самое она не может не быть, когда вот такая спина здесь пережата, нарушена токость головы, здесь пережата, нарушена моторика и кровоснабжение, иннервация и работа нормальная кишечника. Естественно, кишечник плохо работает, естественно, переполненные сосуды головного мозга, нету поступления свежей крови, и щитовидка бывает нарушена, и все прочее. Надо убрать вот эту зажатость, нормализовать кровоснабжение головного мозга, щитовидки, нормализовать работу кишечника, улучшится отток из сосудов головного мозга, и голова станет ясная, светлая, легкая, не будет этой утомляемости. И еще параллельно, когда к нам приходят с такими проблемами, особенно часто приводят мамы или родители, папы, бабушки, молодых своих внучек или дочек. Вот у нее такая депрессия, у нее постоянно нервозность, она срывается на всех. Начали, пролечили, девушка успокаивается, депрессии нет, она говорит, а вы знаете, это ладно, а у нее-то угри все прошли. Вот это на лице нельзя, угри там или какие-то явления, прыщики на лице мазать, мазями какими-то, соскабливать, то, что косметологи делают, сдирают кожу какими-то этим. Нет, нормализовали кровоснабжение, нормализовали питание, кишечник, угри сами уходят, за 10-12 дней уходят те угри, которые 8-10 лет лечили. Лицо, кожа лица, такой же орган общего, общей системы организма, как и все другие. Поэтому нормализуйте питание головы, кожа головы будет нормальной. Нормализуйте работу кишечника и кожа головы будет получать все, и там нету необходимости каким-то прыщам или угрям появляться. Естественно, и морщинки кожи становятся нежной, бархатистой, и все это сразу замечают. Ой, у меня кожа такая стала, вы мне вроде кожу ничего не делали, а кожа стала бархатной, нежной, как в 15 или в 12 лет. Вот комплексный подход, только этот комплексный подход может дать эффект и результат при депрессиях, при остынии, при головных болях, головокружении, при нарушении кожных покровов лица и всего туловища. Поэтому не надо мазами, не надо таблетками, надо посмотреть, найти причину, устранить и все восстановится. И не будет ни депрессии, ни угрей, ни головных болей, ни головокружения. Благодарю за внимание.